И на следующей неделе в крупных городах Голландии завершатся гастроли театра оперы и балета со спектаклем «Спартак». Он стал самым масштабным проектом перекрестного года России и Голландии. Балет «Спартак» был выбран специально для открытия культурного марафона. Чем интересен европейскому зрителю татарстанский балет? Об этом во второй части специального репортажа Дмитрия Пиаварова. Знаменитая голландская труженица и памятник этой замечательной женщине в Гауде не случайно, потому что Гауда – это город, где производят сыр и черные курительные трубки. Здесь производят сыр желтого цвета, даже порой весом в 40 килограммов. На этой площади по четвергам разворачиваются сырные базары. Пока здесь тихо и спокойно. Именно с сырной Гауда начинается голландский тур. Нелли Оксон, директор театра «Шоубург», ждет казанцев, когда у них друзей. Еще 20 лет назад она приезжала в наш город и открыла для себя замечательных артистов. Я была у вас в 1993 году и могу уверенно сказать, что труппа окей. Конечно, сейчас другое время, новые костюмы, стили, техника. Все идет в развитии. Эту душераздирающую историю Спартакея Красси будет гастролировать по всей Голландии. От лесного бунгала комплекса в предместе Зейвольде до крупных городов час-полтора езды на автобусе. За моей спиной находится здание Нью Люксор. Оно было построено в 2001 году. Здесь проходят и оперные, и балетные фестивали, а также эстрадные шоу, цирковые представления. Настоящий многофункциональный зал находится в центре Роттердама, в акватории морского порта. Здесь сосредоточена вся трудовая деятельность крупнейшего голландского города. В этом крупнейшем универсальном зале на 1200 мест собираются сливки общества. Билеты по нашим меркам стоят до 2000 рублей. Продаются они еще за год до начала следующих гастролей. В Голландии принята система абонементов, поэтому горожане бронируют места на год вперед. 5 апреля открылся официальный культурный тур года, объявленного перекрестом. В театре Новой Люксор сливки общества, бизнес-элита, местные звездные кино и театры, селебритис и небезызвестные фигуры городского истеблишмента. И вновь слышится знакомая речь. К нам подходят представительницы Союза Татар-Бельгии, приехавшие из соседней страны на встречу с земляками. Есть такое искусство Татарстана. Сама Европа, конечно, не на таком уровне в балете и в опере. Но наш театр имени Джалиля, театр оперы и балета, он является визитной карточкой всей России, не просто Татарстана. Мы, Союз Татар-Бельгии, всегда собираемся на представления, которые бывают в Бельгии, и приезжаем во все разные города, когда они гастролируют. Такие встречи дают прекрасную возможность оценить искусство наших земляков вдали от дома. Голландцы хорошо понимают этот язык искусства. И вообще это, конечно, по голландским меркам очень масштабное действие, масштабное представление. Мне кажется, что для ценителей балета в этой стране это должно быть очень интересно. Вообще гастроли театра – это одно из важных событий Перекрестного года. Программа года, в том числе культурная программа года, уже реализуется здесь, в Нидерландах. Конечно, линии должны быть очень четко обозначены. Потому что идут бои на сцене, и это достаточно опасно. И все это вместе, и все это очень быстро, в быстром темпе, в таком театральном, артистическом запале. Но зрителям нравится, зрителям нравится вот такое вот большое скопление народу, как, впрочем, и нам с вами. Тихая деревушка вновь сменяет большой индустриальный город. Русские голландцы всматриваются друг в друга. Когда вот это состояние, когда что-то происходит и захватывает, не хочется нарушать, не хочется шуметь. Я думаю, что так оно и есть. Именно в данном случае, в данном спектакле. Это, наверное, наоборот, показатель интеллигенции и культуры страны. А вот та болька-водуга, которая происходит со зрителем и артистом, заряжает нас как раз теми самыми эмоциями, которые необходимы для спектакля. Артистам приходится перевоплощаться ежедневно то в эротичную гетеру, то в узловую роль матери-волчицы. И наоборот, новое поколение ищет свой почерк и рисунок. Чем больше таких моментов бывает в жизни, то есть каждый день спектаклей, тебе приходится один день одно танцевать, второй день другой, и ты все больше и больше как бы лучше перевоплощаться. Как видите, костюмы очень такие деликатные, так скажем. И поэтому очень важно не переходить грань от красивого до какого-то, ну так скажем, вульгарного. Чтобы этого не было, нужно очень, ну как говорится, умеючи подавать себя. В этом спектакле все включено. И краски, и декорации, и массовость, и хор, и оркестр, как бы занят весь театр, и это интересно смотреть. Мне, в принципе, комфортно танцевать и в своих стенах, то есть в родном городе и, соответственно, за границей. Но за границей немножко, да, согласен, есть такой момент, то что немножко себя по-другому чувствуешь на сцене. По той причине, то что, в принципе, ты уже знаешь казанский зритель, это в нашем городе. А что касается здесь, какой контингент входит в театр, он немножко другой. Водораздел гастролей – респектабельный апельдорн с двумя разными по функциональному предназначению сценами. Гастроли наших земляков в самом разгаре. Главный вывод этого воежа в том, что европейцы на этот период отошли от стереотипов. Нужно воспринимать искусство разных форм и стилей. Эксперимент удался. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир». Все как у взрослых, но с приставкой «Мини».